Продолжение следует... Позиций, построенных Советским Союзом, уже мало что осталось. Я сам видел эти бывшие стартовые площадки в Бутыне, Фуньково, Кобяково. Это западный сектор. Раздали земли Министерства обороны. На их месте выросли дачные поселки, коттеджи и усадьбы. Что это? Глупость или предательство? Но это отдельная тема. А пока, похоже, Москва как бы делает все возможное, чтобы закрыть глаза и на спецоперацию, и вообще на то, что происходит в остальной России. Проходят фестивали и ярмарки, праздники и салюты, кинотеатры и бары переполнены, яркое освещение и вымытые мостовые, все как бы пропитано праздником и шампанским. И этот праздник не прекращается ни днем, ни ночью. Россия столичная уходит в себя и делает вид, что ничего не изменилось. Однако в воздухе незаметно разливается тревога и сознание надвигающейся беды. Обратите внимание вот на это объявление. Двери подвалов должны быть открыты круглые сутки. Давайте посмотрим, что там за дверью. Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, власти что-то понимают и принимают какие-то шаги. На всякий случай. А вот такую конструкцию я увидел на улице. Газораспределительный пункт накрывают специальной защитой от атаки с воздуха. Для чего это интересно? Неужели ожидают события аналогичных Белгороду? Это уже не смешно. Это тревожно. И вообще, возможно ли такое? В самом сердце России. Хотелось бы верить, что нет. Всем удачи и надежды на лучшее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok